Привет, гору, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео мы посмотрим на графики по биткоину, по эфиру, проведем технический анализ, подумаем, где открывать сделки. Я сейчас собираю биткоин, Uniswap, FXS, BNB, MCRT. Подбираю это все для того, чтобы распродать на бычьем рынке, пик которого придется, как я ожидаю, на октябрь 2025 года. Я покажу, какие сделки я открываю на деривативах и что я закупаю на споте. И давайте перейдем на графики по биткоину. Вот на викенде особо ничего так на рынке не происходило, не было большого движения. SMR 0.91, FXS, Dogecoin, снова стабильный рынок после стремительного пролива биткоин. Мы смотрим сейчас на 4-х часовой таймфрейм, каждая свеча это 4 часа. И вот в этой свече биткоин опускался на 24,200. Была цена 29 тысяч, когда я начал говорить о том, что биткоин уйдет на 25. Я проставлял такую цель 25 тысяч, но фактически биткоин улетел еще ниже. Затем было восстановление. Ну и теперь уже третий день биткоин сидит в боковике. Между 26,400 и 25,700. Диапазон всего несколько сотен долларов получается. Долго это, конечно, продолжаться не может. Биткоин в конце концов куда-то выйдет. Будет какая-то критическая точка. Ну посмотрим, что у нас на дневном таймфрейме. Где индикаторы? Ну вот, стахастик в перепроданности. На недельном стахастик тоже в перепроданности. Да, ушел стахастик в перепроданность. И уровень поддержки для биткоина находится на отметке 24 тысячи долларов. Было раньше несколько касаний этого уровня. Где-то еще в прошлом году. Посмотрите, вот тут был уровень сопротивления для биткоина. Но теперь это уровень поддержки. Вернемся на четырехчасовой. Подумаем, где можно было бы теперь открыть сделку. На самом деле тот паттерн, который мы видим, это медвежий флаг. Вот так это выглядит. И по идее должны выходить вниз. Для того, чтобы сформировать двойное дно. Надо помнить о том, что уже закончилась коррекция ABC. Поэтому технически можно уже начинать следующие волны Эллиота. На четырехчасовом стахастик в перекупленности. На часовом стахастик в средней зоне. Направлен вниз. Мне все-таки кажется, что биткоин снова пойдет вниз на 24 тысячи долларов. Но я пока что стою в лонге. И что с этим делать? Было много ликвидаций на этом проливе. И вроде как должно уже начаться восстановление биткоина. Но мы его че-то не видим. Нет уверенного роста битка. Поэтому, мне кажется, хороший момент для входа в биткоин находится на отметке 24 тысячи. 24,171, если точнее. Стоп-лосс мы ставим на 23,720. И тейк-профит на 31,714 долларов. Соотношение риск-прибыль 16,73. Риск 451 доллар. Заработать можно 7543 доллара. Это если торговать без плеча. С десятым плечом вы заработаете 75400 долларов. Можно было бы, конечно, и пошортить до 24 тысяч. Но я не уверен. В целом, конечно, вероятность такая, что биткоин выйдет вниз из этого треугольника. Но я бы все-таки опасался заходить в шорт после таких сильных ликвидаций, которые произошли на этом проливе. Я бы все-таки подождал, посмотрел, как будут развиваться события. И попытался зайти в лонг от 24 тысяч. И можно будет начать новый волн Эллиота. Еще раз, цена открытия 24,218. Стоп-лосс на 23,720. И тег-профит на 31,714. Если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео есть полезные ссылки. 1. Проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь техническому анализу. Если вы постоянно теряете деньги в трейдинге, проходите мои курсы, и вы начнете зарабатывать. 2. Регистрируйтесь на Бабит, по моей ссылке получайте бонус до 30 тысяч долларов. Выполните для этого все необходимые условия. И ссылка номер 3. Присоединяйтесь к моему бесплатному телеграмму. Там уже около 9 тысяч трейдеров. Все полезные ссылки в описании под видео. 1, 2, 3. Ну и теперь давайте посмотрим на эфириум. 1862 текущая цена. Тоже на выходных особо не было никаких изменений. И важно заметить то, что и биткоин, и эфириум пробили годовую трендовую линию. Эфириум подошел к важному уровню поддержки. Но еще один уровень поддержки для эфира находится ниже, на отметке 1300 долларов. Поэтому я считаю, что эфириум может пролиться еще ниже. Но опять же, я думаю, что эфириум здесь нарисует двойное дно и затем развернется. Поэтому здесь я тоже поставил бы ордер в лонг в расчете на отскок. Вот к этому уровню сопротивления. Опять же, не заходил бы в шорт. Слишком рискованно после таких больших ликвидаций. Вот такая торговая идея. Соотношение риск-прибыли 11.75. Цена входа 1467. Стоп-лосс на 1436. Тейк-профит на 1840 долларов. 25% прибыли можно получить по этой сделке. С 10-м плечом 250%. И теперь посмотрим на общую капитализацию рынка. Остаемся пока что выше отметки в 1 триллион долларов. Здесь тоже пробита годовая трендовая линия. Ушли под нее вниз. На всех графиках такое. Биткоин, эфириум. Подходили мы к отметке 1 триллион долларов. Даже тут на 994 миллиарда. А теперь снова прошли выше 1 триллиона. Но опять же, вижу слабость рынка. Если не удержимся на 1 триллионе, то можем уйти ниже. На 935. Но я надеюсь, что сможем удержаться. Посмотрим теперь на мой торговый аккаунт. Здесь у меня 319 100 долларов. Я на этом падении не потерял слишком много. Всего лишь несколько тысяч долларов. Многие альткоины подобрал. По хорошей цене. У меня открыта сделка в лонг на биткоине. Она пока что в плюсе на 1300 долларов. На споте у меня 2.69 биткоина. Доджкоин на 59 600 долларов. Юнисвап на 58 800. МСРТ на 25 000 долларов. FXS на 12 900 долларов. FXS откатывается вниз на 5%. И посмотрим, что будет дальше. Мне кажется, что если мы не увидим какого-то уверенного роста в ближайшее время, капитализация криптовалютного рынка снова может опуститься ниже 1 триллиона долларов. Спасибо, что посмотрели. Обязательно оставляйте свои комментарии. Пишите, что вы покупаете на этом рынке. Всем желаю хорошего дня. И увидимся завтра. Подписывайтесь на наш канал. Я думаю, что вы видите... На самом деле у меня граница...